В Италии завершился чемпионат мира по фехтованию среди юниоров. В составе российской сборной выступал одинцовский спортсмен Григорий Семенюк. В этом сезоне юноша уже выиграл первенство Европы, поэтому в Верон отправлялся без особых опасений. Сегодня в программе «Время спорта» чемпион мира Григорий Семенюк и его тренер Евгений Вольский расскажут о прошедшем первенстве. Встретить Григория Воденцова – большая удача. Все свое время спортсмен проводит на тренировочной базе российской сборной в Новогорске. Но для программы «Время спорта» и зрителей ОТВ «Раперист» сделал исключение. Сегодня он на тренировке со своим наставником Евгением Вольским. В сборной команде на первенстве наряду с Григорием выступали Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников. Две медали. Результат, скажем так, не максимальный, но замечательный. Бронзовая медаль в личных соревнованиях – это первая медаль Гриши за его карьеру именно такого уровня. Именно личная медаль. И очень был сильный турнир. Как никогда первенство мира собрало 200 спортсменов. И все сильнейшие спортсмены мира. Проиграл он, ну, скажем так, хозяину турнира Марине в упорной борьбе. Ну, и, скажем так, что не без помощи. Ну, так гостеприимство хозяйское, конечно, немножко судья где-то. Вот. Но, тем не менее, мы очень рады, конечно, этой бронзовой медали, это достижение. И через день было командное первенство. Вот. Я у Григория медаль на время взял. Говорю, чтобы тебе не светило ночью, а то, когда медаль светит, уже все. Начинается немножко помутнение, и уже о будущем не думаешь. Ну, вот через день медаль не помешала, и в команде он здорово фехтовал. И наша команда спустя 13 лет, Владислав Мыльников из Курска, Бордачева из Самары, и наш одинцовский спортсмен Семеню Григорьев стали чемпионом мира среди юниоров до 21 года. В прошлом году из этой команды были Бордачев Кирилл. Сейчас вот Бордачев Антон и Кирилл. Очень хорошие ребята, перспективные такие. Еще у них и следующий год юниорский. А в том году было из этой команды Бордачев Кирилл и Григорий Семенюк. Они заняли бронзовую медаль. То есть уже подкрадывались. Хотя Григорий участвовал еще и два года назад на Первенстве мира. И тогда была досадная ошибка. Мы проиграли сборной Австралии. Такая команда вроде... Ну, сейчас фиктует везде. Мы проиграли за вход в восемь, недооценили соперника и остались вообще за чертой восьмерки. Вот, как бы изучив, все это проанализировав, сделав работу над ошибками, в начале бронзы, в этом году наконец-то золото. Как я сказал, 2005 год был. Последняя золотая медаль в 2005 году. Предыдущие два сезона складывались не очень удачно. Вот, один раз мы заняли, по-моему, девятое место. Вот. В том году третье уже. Это был успех достаточно для нас. Вот. И в этом году удалось выиграть. Я был еще по кадетам, это до 18 лет в Первенстве мира. Я там занял второе место. Вот. И, конечно же, хотелось повторить успех, потому что... Такие эмоции непередаваемые, можно сказать. Ну, третье место, я считаю, это хороший результат. Ну, а бронху приходилось вырывать или нет? Достаточно ровно к ней шли? Ну, как ни странно, достаточно ровно. То есть, справился со своими эмоциями. Вот. Мог достаточно неплохо распределить свои силы по ходу всех соревнований. И дойти до полуфинала. То есть, к сожалению, не хватило немного. Уступил это итальянцу. Вот. Но буду делать поправки в дальнейшем. И стараться все-таки добиться желаемой цели. Это выиграть в личных соревнованиях золото. Уже надеюсь, что во взрослой команде тоже попасть туда. Это достаточно непросто. Три года подряд в составе команды, в команде они выигрывали первенство Европы. То есть, он трехкратный чемпион Европы. Вот. А в этом году, кроме того, что месяц назад ребята выиграли еще, и Григорий был в команде, и таким забойщиком, они выиграли первенство Европы, которое было в Сочи. Вот. И спустя месяц еще и стали чемпионами мира. Это очень редко. Команда, которая выступает на первенстве Европы, вот, например, команда Польши, она заняла второе место. А на первенство мира она стала только тринадцатой. Вот. А так, чтобы европейская команда выиграла Европу и мир, это очень редко. Что сложилось? Это, может быть, так подобрались арберисты? Или особый тренерский подход? Почему? Да повезло. Не, ну, конечно, это, как не банально, и как это будет звучать, это, конечно, огромный труд. Огромный труд, самоотверженность. Ребята проявили себя не только-только, что они там трудились и были готовы проявить технику и тактику, они проявили на самую настоящую такую отвагу, самоотверженность и веру в победу. И поэтому, конечно же, спасибо ребятам, ну, и тренер тоже. Я думаю, что мы приняли большое участие, и вера в то, что мы делаем, она принесла вот такие плоды. Если поговорим о личном зачете, был он за Григория, долгожданная такая, да? Ну, то есть, в принципе, вы, наверное, предполагали, что может быть медаль, или нет? Или вы вслепую как-то так? Нет, нет. Ну, во-первых, огромный опыт уже. И он в этом году, значит, чтобы попасть в сборную, надо пройти сеть турниров, и в том числе этапы Кубка мира, на которых собираются, они не слабее, чем чемпионаты мира, потому что на чемпионате мира участвует от страны 4 спортсмена, а на этапах Кубка мира 12. А в каждой стране, и в Италии, во Франции, в Америке, есть и 5-й, 6-й, 7-й, который может дать очень сильный результат. И Григорий был в Лондоне, в личном соревновании вторым, он был в той же Италии, в Удиное, в начале года он был третьим. То есть, это не просто так результат на голом месте. Да, могло не сложиться, но, конечно же, мы ехали за медалью. И при том же, скажем так, что бронзу Мэн Рай нам, конечно, радует, но Григорий мог и выиграть. И, в общем-то, мы к этому и стремились. Но выиграл бы в личном, может быть, в команде еще было сложнее. А так получилось сразу две медали. И бронза, и он... А ребята, которые... И тот же Бородачев Кирилл, он выиграл первенство Европы. Но здесь на чемпионате мира немножко не сложилось. Чуть-чуть тоже он прыгал этому итальянцу, и вот он немножко остался за чертой. И, тем не менее, тогда он на команду вышел еще более злой и мотивированный. Все сложилось, что ребята были готовы, конечно, сделать все. Потому что... Ну, командное первенство – это совсем другое. Вы лично-то фехтовали за себя, а здесь за команду. Ну, а за золото вы с кем фехтовали? За золото фехтовали, скажем так... Фехтовали мы за золото с Америкой. Но фехтовали мы с ними не за... Не когда это был финал, а за фо-двойку. Полуфинал. То есть там все решалось. Пускай простят у нас французы, но когда уже мы вошли в двойку, фехтовали с французами, ну, по счету 45-22, по-моему, просто... Мы прошли так, знаете, как катком. И главное, что французы были довольно-таки радостные, и им очень это серебро устроило. Если учесть, что они на переносной Европе вообще тоже были за чертой медали. А вот за фо-двойку была очень такая упорная встреча. Счет 45-44. Все решил приоритет. Есть такое фехтование термин, когда время заканчивается, и равный счет. Все решает приоритет. Заканчивал Кирилл Бардачев. Хоть мы всю встречу, в общем-то, выигрывали, потом начались качели, то проигрываем, то выиграем. В концовке американцы вышли вперед, и даже уже был такой счет, когда Кирилл стал проигрывать, и как бы уже немножко, ну, эта победа, она так от нас уходила. Мы верили, но не было никакой паники, была борьба до последнего, но был уже критический момент. Вот, и молодец Бардачев, Кирилл, и, ну, и, конечно, вся команда здесь, в данный момент проявила себе Кирилл в конце, то есть на финише. Это, знаете, как эстафета, да, и вот все-таки все вроде хорошо бегут, а вот последнему очень важно, чтобы... И он нанес решающий укол, и одним уколом мы остались чемпионом мира предыдущего года, а этот состав, он не изменился, он такой же. Они, ребята, все в том году были, они выиграли первенство мира, и в этом году они довольствовались бронзовыми медалями. Вот, японцы стали четвертыми, французы, как сказал, вторыми, мы первыми. Редактор субтитров А.Семкин В этом году он участвовал на многих взрослых этапах, и это очень сложно сразу попасть из юниоров, при том же, ну, это не только все проходят это очень сложно, и иностранцы, и итальянцы, сразу невозможно. Такого практически не бывает в нашем виде спорта. Нужно год, два, три. И поэтому в этом году он уже, несмотря на то, что основной его старт, это был вот этот мир, он участвовал на взрослых. Может быть, даже это где-то и повлияло на уверенность, он уже в концовке, вот перед сезоном, главное, что подойти к пик форме. Вот, первенство мира – это пик формы. Но вот эти турниры даже, может, где-то и мешали взрослые. Но это был уже расчет на будущее, чтобы кроме того, чтобы выступить на первенстве, надо уже быть готовым дальше, потому что основной разрез спортивной карьеры для любого спортсмена, такого, который хочет быть великим спортсменом, это Олимпийские игры. Конечно, попадание в национальную сборную и в будущем попадание к Олимпиаде. Мы уже, конечно же, в этом году сделали кое-что для того, чтобы этот переход был более-менее безболезненный. И, к счастью, так получилось, что этот опыт помог, где-то помешал, потому что, говорю, что по-взрослым чуть-чуть там он где-то проиграл, на своих выигрышах, а там проигрывал, где-то морально влияет. Потом же он, знаете, как проигрывал? То есть были хорошие результаты, а были он проиграет один укол, то есть совсем немножко, вроде на равных, где-то там не повезло, где-то там не хватило вот этого опыта. Но он получил огромный опыт, и я думаю, что это очень ему поможет в будущем. А, Григорий, а как бы вы могли себя характеризовать как спортсмена? Какой вы реперест? Какой вы на дорожке? Ну, думаю, что хладнокровный, скорее всего. Нет такого, что у меня там захлестывают эмоции. Я могу спокойно оценить обстановку и размеренно, то есть довести бой до победного. Но не всегда что-то складывается удачно. Но, опять же, это спорт. Сегодня ты выигрываешь, завтра проигрываешь. Главное не останавливаться и идти дальше. У Григория в этом году передышки такие, они, знаете, небольшие. Вот так подводное плавание нырнул, раз вынырнул, чуть-чуть подышал, подышал, чтобы не захлебнуться совсем. И обратно туда. Вот. Поэтому сейчас мы уже, 3-е числа, он улетает на этап Кубка мира по взрослым. Это называется Санкт-Петербургская рапира. В общем, проходит в очень красивом месте зимний стадион в Санкт-Петербурге. Вот. И это уже взрослый. То есть, если там он выступит достойно, через неделю улетает в Китай, в Шанхай. То есть, это уже взрослый. Потом, в любом случае, его привлекают уже на сборы перед чемпионатом Европы, перед чемпионатом мира. А чемпионат Европы и мира взрослый проходит чемпионат Европы в июне, чемпионат мира в июле. Он все равно будет привлекаться. Где-то, говорю, передышка. И основной отпуск у него где-то в августе будет уже так. Ну, а в целом, если о спортсменах Озенцовских поговорим, о наших звездочках, о звездах уже, какие еще победы? Ну, вот сегодня, я хочу сказать радостное известие, сейчас проходит перенос Центрального федерального округа. Вера Славева девочка у нас. Неверова Маша заняла серебро. Вот это просто я прям по свежим следам. И дальше будет там. Это возраст девочки 14 лет. То есть, уже в сентябре будет перенос Россия проходить по этому возрасту. Вот. Прошел чемпионат России. Пиуару Александр. Он сейчас чуть-чуть в тень ушел. Но на чемпионат России он в команде был, и так скажем, одним из ключевых спортсменов. Они заняли серебро, проиграли только вот, ну, на данный момент, чуть, наверное, посильнее. Там есть такой спортсмен Сафин, олимпиадный чемпион, который сделал в этой встрече очень большую погоду. Мы проиграли 45-40 команде Уфе, Бакшистана. И они заняли первое, мы второе место. Ну, серебро вот у Пиуару. Сейчас он тоже поедет на вот эту, как называлось раньше, ленинградскую рапиру, сейчас вот Санкт-Петербургская рапира. Савва Юшкевич и Дмитрий Лохин стали бронзовыми призерами на первенстве России среди кадетов до 18 лет. В 2004 год сейчас у нас появился новый тренер. Он новый тренер, но очень со старыми такими, с большим опытом. Это Хованский Алексей, наш многократный призер чемпионата Европы и мира, участник Олимпиады. Он сейчас с энтузиазмом работает с мальчишками. Мальчишки чувствуются прямо сразу такой качественный скачок. С Лангорной Огоньковой, которая их набрала, там большой опыт. Здесь человек, который прямо сейчас сам еще от станка. И, конечно, тренер и спортсмен это не совсем... Бывает сильный спортсмен, а тренер не очень. А бывает вообще спортсмен никак, а тренер очень большой. Но Хованский, я надеюсь, что он очень много покажет, как тренер. Поэтому есть результаты. Очень радует, что после Олимпиады, особенно в школе, много спортсменов. Немножко тесновато, но я думаю, этот вопрос в будущем будет решаться. Мы стараемся отделение новое в других школах на базе. Спасибо директорам образовательных школ. Поэтому здесь, потому что без массовости, без массовости нет результата. Нужна обязательно массовость и качество. Тогда обязательно попадется спортсмен, который потом может выиграть и Олимпийские игры.